Период обострения ситуации с коронавирусом летом прошлого года. Цены на лекарства, гепарин и клексан, например, которые так необходимы для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, выросли значительно. Некоторые из препаратов и вовсе невозможно было найти в аптеках. Теперь же вопрос стоимости жизненно важных лекарств будет взят под контроль. Дело в том, что мы устанавливаем предельные оптовые и розничные цены. Мы должны были установить цены на 56 международных непатентованных наименований, а если торговые взять, примерно 300 наименований препаратов еще в прошлом году летом. И вот сейчас как раз находится на финальных стадиях утверждения этого постановления. В правительстве рассматривают документ, который дополнит перечень социально значимых товаров лекарствами. Антимонопольный орган сможет регулировать цены на жизненно важные препараты. Пока документ не принят, такой возможности у агентства нет. На наш государственный орган антимонопольного регулирования было возложено именно вопросы контроля за установленными ценами на лекарственные средства. Однако, по моим данным, получается, департамент лекарственного обеспечения за прошедший период как таковы еще цены не установил и нам официально еще цены не переданы. Поэтому, получается, мы такого контроля за конкретными ценами на лекарства не осуществляем. Тем не менее, наш орган совместно с другими органами, представителями того же департамента, сотрудниками финансовой полиции, наши сотрудники проводят еженедельные рейды по аптекам. Другим пунктом указа президента стала необходимость внедрения системы электронного регулирования и управления оборотом лекарственных средств. Цифровизация поможет проследить за препаратом от момента его изготовления до конечного потребителя. Этот процесс станет более прозрачным. Если поставщик имеет данную лицензию на оптовую реализацию, он заключает договора с поставщиками лекарственных препаратов, именно тех препаратов, которые зарегистрированы у нас на территории республики, и осуществляет серийные поставки. И каждая серийная поставка проводится контроль качества, проводится процедура оценки качества. И только при наличии документа по оценке качества он имеет право реализовывать, отпускать, допустим, в аптечные сети, и аптечные сети в дальнейшем реализовывать уже на селе. В указе главы государства также отмечена необходимость создания благоприятных условий для открытия фармзаводов, которые будут производить лекарства и медицинские изделия. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапака, Фалато, 24.